Это что, весь список необычных явлений за последние 15 лет? Очевидное и невероятное. Ну и где тут аномалии-то? Только в онлайн кинотеатре ОККО. С малых лет нам твердят, ни в коем случае не слушай миллионеров с Патриков. Ни при каких обстоятельствах. Даже не смотри в их сторону. Но если они подойдут и попросят позолотить ручку, даже не думай заводить с ними разговор. Глазом не успеешь моргнуть, как на тебе два кредита. Но из-за того, что очень много людей пренебрегают этими правилами, Патрик Антроп продолжает зарабатывать по 100 миллионов в день, продавая воздух. Шучу, не воздух. 100 миллионов в год это в месяц. Ну 7-8 миллионов где-то. 7-8 миллионов. Офигеть. Я цифролог Сюсай. Хотя... Мы сегодня продавали воздух Патрика. И если за пределами патриарших прудов типичный опрос выглядит так... Зовут меня Николай Васильевич Пельшиков. А как вы считаете, сколько, по вашему мнению, должен зарабатывать успешный человек в нашем городе? Стой. Минутку. Ты знаешь, что я? Нет. Я вор. Внутри же прудов все стабильно. Успешные миры сего продолжают сотрясать там воздух своими доходами. Сколько зарабатываешь? 30 миллионов. Чистыми? Да, минус налог. Это каждый месяц или как? Это в декабре. За две недели. 30 миллионов. Чистыми? Да. Минус налог. Вот сразу видно, курс Оксаны Самойловой не проходила. Так бы знала, что такое чистая прибыль. Ведь вы мои начинающие Билла Гейтса. Хотя, может и правильно. Зачем заморачиваться над какими-то определениями? Как ты и без этого за две недели по 30 миллионов делаешь на помощи людям? Да, а вы что думали? Девушка зарабатывает такие деньги, оказывая помощь людям. Но есть нюанс. Чем занимаешься? Инфобизнесом. А поподробней? Людям помогаю делать самозапуски и зарабатывать на этом много денег. Иными словами, перепрошевает головы, разрешает зарабатывать и дает консультации по увеличению дохода за 500к, на которых можно получить нешуточные инсайты. Скажу я вам. Типа вот таких. До слез. Короче, очередной перепрошевщик. В общем и целом, эксперт. И вот как вы думаете, о чем могут мечтать люди такого уровня? Естественно, единственное, о чем личности такого масштаба могут мечтать, это о подкасте с Касси. Только сейчас психика начала догонять, куда вписалась разобщица Матвиенко. Подкаст и реклама Сережи Косенко. Прикиньте, летом это была мечта. Через два дня буду сидеть рядом с ним и болтать о жизни и опыте. И отдала за это уже 11 миллионов, 111 тысяч, 111 рублей. Да, все больше людей мечтают попасть на подкаст. Хотела бы сказать, к мошеннику, но не могу, так как суд еще это не решил. Назову аферистом. Так вот, люди мечтают попасть к нему в видео за 11 миллионов, чтобы собрать 60 тысяч просмотров. У нас с вами явно что-то не так с интеллектом. Почему мы этого не хотим? В прошлом видео мы с вами уже обсуждали, что всякие наставники наставников и эксперты по экстриптизе берут массово деньги в долг, чтобы прийти на интервью Кассенко и рассказать там о том, насколько они успешны. И что готовы пойти нам на встречу, чтобы и нас тоже за руку довести до заветного успеха. Так вот, вы не поверите. И когда я тебе заносила деньги, у меня тоже не было денег. Это как? Это было вот так. Я решила привлекать инвестиции. Привлекать инвестиции в подкаст. Я там нашла человека, который мне там мог все это помочь, оформить, сделать. У меня была игра за день найти 11 миллионов. Я прям выходила об этом рассказывала, это было прикольно. Я просто писала по знакомым, короче, чтобы понимали, в меня инвестировали даже ученицы. Другими словами, успешная девушка побиралась, чтобы прийти на эфир Кассенко. Нет слов, одни эмоции. Значит так, приготовьте листок бумаги и ручку и достаньте или включите на телефоне конкулятор. А теперь записывайте этап о становлении миллионером. Наберите долгов на 11 миллионов, чтобы купить рекламу у Кассенко и залететь на 60 тысяч просмотров. Потом прогуляйтесь по Патрикам и расскажите там, что за две недели заработали 30 миллионов. И люди пачками понесут вам деньги и с такой скоростью побегут брать кредиты. Когда наставник сказал, что за две недели заработал 30 миллионов. А если вдруг вас посетит последняя частичка разума и вы засомневаетесь, а стоит ли влезать в кредиты, чтобы обучиться у надежды, вам пойдут навстречу и подтолкнут к принятию правильного решения. Даже не сомневайтесь. А не знаешь, как она решение принимала? Почему? Очень тяжело она принимала решение. Для нее, для человека, который зарабатывает 30 тысяч рублей, а дать кому-то 150 тысяч рублей, у кого нет ни кейсов, ничего вообще. Мы оформляли кредит, я ее два часа поддерживала в том, чтобы она подписала, ну типа смс-ку подтвердила по поводу этого кредита. Разводить на кредиты, это теперь называется поддержкой. Извините, но сюда так и хочется снова вставить эту вставку. Как и подобает людям, у которых берут интервью на Патриках, путь к успеху, конечно же, был тернистым. Я уже жила у сестры в тот момент в Краснодаре, у меня было там такое место, типа уголок, прям классный панорамный балкон, я себе там ставила планшет, короче, расстилала себе. Ну, короче, прям, знаешь, такое место, я прям коуч такой. Ну да, типичный такой коуч, живет на балконе у сестры и покупает кофе в кредит. Я человек, который была, ну типа год назад, пила кофе на кредитке. Ну и чем не коуч? Невероятная история успеха. Стив Джобс бы, думаю, позавидовал. А вообще, как я посмотрю, каждый уважающий себя коуч начинает именно с балкона сестры. Жила на балконе у своей двоюродной сестры. Если у вас есть сестра с балконом, задумайтесь. Балкон так вдохновил надежду на новую жизнь, что желание грести деньги на инфоцыганстве произошло здравый смысл. И она начала скупать курсы у экспертов поуспешнее, которые обучали окучиванию. И, как это и полагается, кредит, оформленный на маму. Моя осознанная часть говорила, пожалей свою мать, как бы, и так все плохо. А, это на нее кредит? Да, да, я прихожу и говорю, короче, мама, мне нужна твоя помощь, но я оформляла на нее кредит не из позиции возьми на себя кредит, а из позиции мне нужна твоя помощь, я на тебя оформляю кредит, но, типа, всю ответственность несу я. А, но если с такой позиции, то, конечно, это все меняет. Мудрое решение. Ну, в общем, вы поняли, с помощью каких инструментов будут расширять ваше мышление. Взять в долг 11 миллионов для рекламы у Косенко, оформить кредит на маму и убедить взять кредит и вас. После выполнения всех этих действий считайте, что вы можете обучать других финансовому мышлению. В общем, что хочу сказать. Москвичи и гости столицы, вы, когда будете мимо Патриков проходить, оглянитесь, посмотрите вокруг. Возможно, рядом с вами находится человек, который способен поменять вашу жизнь на два раза по 180 градусов. Не упустите свой шанс. А если серьезно, то вот как мне видятся все эти наставники и эксперты из Патриков. Ну, сегодня вечером закончим стяжки наше дело. Потом? Да. И дальше больше посмотрим. Вы делаете только стяжки? Да, да, стяжки. Как компания у вас называется? Не компания у нас, мы наебщики. Присмотреть образ на весну, выбрать подарок на детский день рождения, найти новую посуду и аксессуары для дома. Когда у меня возникает потребность в чем-то из перечисленного, меня спасают маркетплейсы. От идеи в моей голове до товара у меня на руках несколько дней и можно даже не выходить из дома. Очень удобно. Чаще всего я заказываю на Озон, так как там огромный выбор самых разных товаров по доступным ценам. С удобной доставкой в пункты выдачи заказов или прямо до двери. А при заказе одежды и обуви в пункты выдачи товары можно оплатить после примерки. Если вы еще не пользовались маркетплейсом Озон, попробуйте. Очень облегчает шоппинг. Тем более, что сейчас, с 7 по 20 февраля, на Озон проходит радую распродажу со скидками до 80% и большим выбором подарков. Одежда, техника, вещи для дома и все то, что вы давно искали, с вам выгодой. Не упустите возможность купить классные товары с большими скидками в преддверии праздников. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и радуйте себя и близких с выгодой. Пока на Wall Street 24 на 7 думают, как заработать на криптовалюте и фондовом рынке, нам с вами думать не надо, надо только действовать. Ведь у нас, слава богу, есть волшебница из инсты, которая делает деньги на крипте на раз-два и с удовольствием делится своим опытом за денежку. Правда, инструменты не совсем типичные, но зато работающие. Это ведь главное? Вот результаты одной из учениц, которая прошла тренинг этой волшебницы. Скажите, а сколько вы зарабатываете в месяц? 750. Тысяч? Нет, миллионов. Миллионов? Чем вы занимаетесь? Криптовалюта, трейтинг. Подскажите, а обучение вы запускаете? Допускаю. Надо же молодежь обучать, как правильно торговать. А наставничество у вас есть? Есть. Сколько стоит? 3 миллиона. Речь идет об Анастасии Афор Мэджик Лайф, частном госте нашего канала. Волшебница с большим ресурсом, которого хватает и на исцеление с помощью рисунков нейрографики, и на обучение населения торговли криптовалютой. Знания невероятные, о чем говорят и отзывы. Каждый урок простроен по принципу от простого к сложному. Даже новичок, который вообще никогда в этом не разбирался и не слышал о крипте, может разобраться. Когда я решила подсчитать свой доход, каково же было мое удивление? 41% за полтора месяца. Мне самой очень нравится краткосрочный трейдинг. Кому-то будет интересен стейкинг или другие какие-то стратегии. Все понятно, все возможно. Буду ли я дальше вкладывать деньги в крипту? Да, буду. Спасибо. Да не за что. Ну что, будем и мы вкладывать деньги? Будем, конечно. Так как Анастасия открыла новые способы заработка. Я вчера занималась трейдингом через ченнеллинг. Я купила биткоин по сигналу клуба, в котором состою. Через час трейдер сообщил, что надо продавать в убыток, так как рынок пойдет вниз. Я почувствовала, что он не прав. Сделала практику, которую меня научила мой наставник Лиза. Я почувствовала, что все надо продавать. Но я перепроверила практикой еще раз. Пришел ответ продавай. Я закрыла сделку в плюс. Я считаю, что мир дал мне идеальное решение. А вот, собственно, как выглядят ченнеллеры, которые дают криптосигналы. Доброго здоровья. С вами снова Нелнара и... Лейне. И сегодня у нас ченнеллинг на тему криптовалюты. Руслан, есть вопросы о криптовалюте. Кто ожидает от биткоина? Будет ли дальнейший рост? Что делать тем, кто купил на вершине и сидит в минусе? Да, рост. Рост. Рост будет. И падение тоже будет. То есть человек, который называет себя криптогуру и делает курсы по этой теме, зарабатывает на крипте, общаясь с высшим разумом. Ну это какая-то новая ступень эволюции. Многие из вас уже могли видеть ченнеллеров по ТВ и то, как они общаются с высшим разумом и другими цивилизациями. Ирина, скажите, пожалуйста, а можно ли через вас выйти на мою цивилизацию? Сейчас подключим систему голограммы, ведущий цивилизации выпустишь вас сейчас. Редужу работу в это обменное поле, в это временной коды, и дома кода коды, то, что называется планета Земля. Так вот, по мнению Анисимовой, такие ченнеллеры могут нас озолотить, раздавая криптосовет. Действительно, зачем учиться, зачем работать, когда все свои деньги можно доверить ченнеллеру. Но если вы все же в крипте не очень, то можно попробовать алгоритм прорыва в нейрографике. Там прорывает всех не по-детски. Нормальный такой алгоритм прорыв. Я чуть не отъехала за эти два дня. Вчера даже 39,3 была. После алгоритма прорыв три мои подруги заболели. Кто рисовал на эфире? Как вам? Есть телесная реакция? Что по прорывам? О, меня штырит уже несколько дней. Встаю в 5 утра и куча инсайтов. Господи, да, у меня была ангина впервые за 6 лет. В общем, разрывной прорыв получился. Собственно, как и всегда. Разрывает все, в том числе и шаблоны. Но я так рада, что вы этого криджа словили. Слушайте, вам так повезло. Я получила в бот довольно интересное сообщение. Не знаю, слышали вы про этого парня или нет. Он впечатляет своей искренностью, простотой и креативностью. Очень быстро набрал подписчиков. Сейчас в него реально влюбляются и копируют его схему. Но только у него совсем другая цель. Речь идет о парне Семене, который создал новую страницу и снимает релсы, в которых призывает на него подписываться. И обещает, что за каждого нового подписчика будет отправлять своей маме по рублю. День 11. Отправляю маме 1 рубль за каждого подписчика. За 11 дней на меня подписалось 161 085 подписчиков. Значит, столько денег я должен скинуть маме. Вот столько я уже скинул. Значит, сегодня нужно добавить 10 584 рубля. Как видите, парень очень хорошо прогремел на соцсеть. За 11 дней челленджа на него подписалось более чем 160 тысяч человек. Зрители умиляются его идеей и рады подписаться, чтобы сделать его маме приятное. Так трогательно. Мамуля не сколько деньги радует, сколько то, что сын каждый день звонит. Мама огонь. Мне кажется, все ждут звонка и реакцию мамы. А вот как радуется мамуля каждому рублику. Вот иду с рынка, хотела на автобусе поехать. Так 10 рублей, думаю, придется пешком идти. Даже на автобус нету денег. Нету, все, монету. А то трассы есть. Я так радуюсь, будто этого не отправляют деньги. Как-то не сходится такая нищета с тем, что еще недавно сынок с мамули считали котлеты. Снимает все на видео. Так вот, что касается искренности, которая всех так зацепила в этом милом пареньке. Помимо страницы, где он отправляет маме деньги за подписчиков, есть и другие, с помощью которых идет завлечение к нему на партнерство, где он успешно кидает людей под прикрытием обучения заработку. Бесплатный урок. Осталось 3 места. Та-да! Новый поток в партнерстве. Открыт. Теперь набираю всех, кто успеет. Твою ж дивизию. На самом деле, этот парень известно разводил. Популярность получил за счет 10-часовых роликов, на которых он режет воду или слушает одну и ту же песню на протяжении 10 часов. Я в 2018 году уже снимала про него ролик. На превью была надпись «Сэм Джонс болен». Так вот, сейчас, спустя время, вопрос уже снят. Вся сеть пестрит сообщениями и отзывами о том, что он разводит людей. Набрав аудиторию на видео-челленджах, он четко решил, надо начинать их разводить. Привет! Сейчас я напишу, 100 миллионерам дай денег. Роберт Киасаки. Омага. Это автор книги «Богатый папа», «Бедный папа». Если вы видите это сообщение, пожалуйста, ответьте мне или отправьте мне немного денег просто по приколу и такой, типа, смайли. Пишите 100 миллионерам, вроде Декабрио, Киасаки, Маск, Трейси. Отвечает Косенко. Я захожу и здесь 6 сообщений от Сергея Косенко. Мне ответил Сергей Косенко. Он человек внеадеквате. Однако, кроме разводила Косенко, ответил и другой разводила, который почему-то стоит в одном списке с Маском и Баффетом. Привет! Недавно у меня вышел ролик, где я написал 100 миллионерам узнать, как они зарабатывают столько денег, чтобы они согласились дать мне интервью какое-то. Вот. Сегодня я встретился с одним из них, с Никитой. Я показывал, Никита из Дубая. Просто где-то в Дубае тусил. Ничего трудного в этом нет. То есть я рассказывал про доверительное управление, про то, что любой абсолютно человек, ты, там, любой из твоих подписчиков, то есть кто пожелает, может дать мне деньги на доверительное управление и заработать. Никакого обмана, все честно. То есть любой желающий может это сделать. Все ж, вот такой вот сегодня был день. Говорю сразу, что это не реклама, это все случайно так получилось. Вы сами видели, как это было. Никита все честно показал, рассказал, за это ему спасибо. Поэтому всем, кому интересно, попробовать себя в инвестициях, да, приумножить свои деньги, ссылочку оставляю в описании, переходите, чекайте. Это не реклама, но ссылка в описании. Да он чертов гений. Он зарабатывает несколько миллионов рублей в месяц. Подожди, ты делаешь ставки на спорт? Делаю, да, конечно, я на этом зарабатываю. На работе каждый дурак может заработать, и вы попробуйте на ставку заработать. Я уже много раз упоминала этого персонажа, типичный ставочный мошенник, который занимался приумножением денег. Обещал внушительный доход, а в итоге оставлял ни с чем. Столичные полицейские разыскивают серийного мошенника. Он выдавал себя за крупного игрока на бирже. Брал деньги у всех желающих якобы для того, чтобы делать ставки. Доход обещал поделить поровну. Но и это не все. Семен решил, раз начал разводить аудиторию, надо развести по-крупному. И запустил свой курс по продвижению на ютубе. Для того, чтобы действовать сверх нормы, переходить быстро от одной задачи к другой, ты можешь прямо сейчас записаться по ссылочке в описании на мой курс. Что это за курс, подробно рассказывать не буду, но, если коротко, люди спускают деньги в унитаз. Как вы уже могли понять, персонаж интересный. Ставки, курсы. Помимо этого, он еще и создал свой проект по наставничеству, который был внутри курса по ютубу. На этом он сейчас как раз активно и разводит тех, кто ведется на его искренность. Суть развода заключается в том, что он из своих замотивированных учеников набирает себе партнеров, которые будут зарабатывать на продаже его курса. А чтобы находить клиентов, Сэм говорит ученикам снимать рилсы. После, когда рилс снят, он накручивает на него просмотры, лайки, комментарии, чтобы показать жертве, вот видишь, твой рилс залетел, курс покупают. И рисует в личном кабинете доход 40К. Якобы люди продали курс на такую сумму. Однако, чтобы вывести деньги, нужно заработать от 60К. Ну, человек ждет, что кто-то еще купит курс. Однако, курс никто не покупает. Так как такую хрень нужно еще постараться, чтобы продать. В конце концов, жертва, чтобы забрать 60К, покупает у самого же себя курс на 20 тысяч, чтобы вывести 60. Но, в итоге, никто так ничего и не получает. Есть целые группы с пострадавшими. Вы, возможно, натыкались на вот такого простого паренька, который кидает своей маме по 1 рублю за каждого подписчика. День 6. Отправляю маме 1 рубль за каждого подписчика. На самом деле, это скамер инфо-цыган, который разводит людей на деньги. Я собрал 30 человек, которых он реально наебал деньги. Одного из этих 30 человек не было ни одной продажи за 3 месяца. Почему я купился на этот развод и оказался в числе лохов? Потому что я участвовал ранее в быстром старте от Сэма. И там мне казалось, что есть небольшой результат. Но и это все было фейком. Жаль, что понял это только сейчас. Нет, в принципе, всегда можно создать новую страницу, куда будет приходить новая аудитория, которая не в курсе его прошлых дел и будет умиляться действием заботливого сына. Так что сейчас всех, кто умиляется помощью маме, он будет брать в оборот. Поэтому имейте в виду и не поддерживайте его деятельность лайками, умилениями в комментариях и подписками. А на этом видео подошло к концу. Попрошу вас поддержать его лайком, если еще этого не сделали. Также пишите ваши мысли по поводу увиденного. Ну и подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся уже очень скоро. Пока.